На театральной площади города в прошлые выходные состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Святой Троицы. Народные игры забавы, плетение венков, народное веселье с хороводами. В этом и многом другом жители и гости нашего города могли принять участие. Какими народными забавами еще отметили этот праздник славянцы, узнаете из следующего материала выпуска. На 50-й день после Пасхи празднуется День Святой Троицы, или Пятидесятницы, как его еще называют в народе. По Троице понимается образ божественной семьи – Бога Отца, Бога Матери, Бога Сына. Этот праздник стал широко распространен на Руси с 14 века благодаря стараниям Сергия Радонежского, почитаемого в народе святого. Троица олицетворяла необходимость освобождения от всего духовно чуждого. В этот день Святой Огонь, сошедший на каждого из апостолов, дал им силы и благодать для устроения Святой Церкви на земле, для проповеди Слова Божьего в мире. Троица почитается в народе, как большой праздник. В этот день хозяйки моют полы, украшают дома зелеными ветками, так как этот день связан с почитанием растительности, как символа возобновленной весны и продолжения жизни. Троица три дня праздник, три дня праздновать, нельзя ничего работать. Очень традиция такая Троица. Ну, что еще можно? Пироги пекут. Что еще? О, чай. И мы вчера напекли. Цветы поставили вчера, веточки повешали. На лишних клетках повесила, а соседка напугалась. Что, говорит, за ветки у нас? Говорит, это же Троица, такая традиция. День Святой Троицы, земля травой покроется. С этого дня, значит, можно садиться на землю, отдыхать. И как березка заливается. Вот день березки. С днем Святой Троицы всех гостей праздника поздравил священник Свято-Успенского храма, отец Олег Миронов. Ответ всех присутствующих на это действие Духа Святаго последовал незамедлительно. Они все сразу вместе начали говорить на разных языках и прославлять Бога. И так как народ на улице был разноязычный, то все они слышали родную речь. И это был дар Святаго Духа. Он сначала укрепил апостолов, а потом перешел на окружающих их людей. И так, что в этот день крестилось около трех тысяч человек. И вот с тех пор на земле и живет Святая Церковь. И хранит в себе дар неизреченной любви Святой Троицы. С праздником всех вас, дорогие мои. В Славинске-на-Кубани по традиции прошли народные гуляния с пениями и хороводом. По признанию самих жителей, Троица – один из любимых православных праздников. Также славинцы отметили хорошую организацию праздника. Очень великолепный праздник. Все здорово. Спасибо. Единственное, конечно, немного жарко. Детки наши участвуют в хороводе. Привязали ленточки, загадали желания. Очень вкусные пироги. Спасибо большое организаторам. Мы просто случайно проходили здесь. И остановились. Очень понравилось. И пироги раздавали. Вообще очень все хорошо. Хорошо, молодцы. Также не обошлось без традиционных народных игр. Лазание на столб за подарками, бег в мешках. Всех гостей праздника угощали символичным лакомством – пирогами. В театральной площади все жители отправились на набережную, где прошел старинный обряд – купание семичихи и спускание венков на воду. Есть поверье, что после сброса в воду соломенной куклы можно ждать хорошего урожая. Раз, два, три!